здравствуйте начать нашу сегодняшнюю передачу мне бы хотелось древнего латинского выражения ставшего крылатом о темпера о море о времена о нравы и такие слова вспомнились не случайно в обществе вновь разгорелась острая дискуссия о бэйби боксах или как их еще называют окнах жизни вообще это специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка располагается обычно при медицинских учреждениях или религиозных организациях а выглядит как некая конструкция ящик оборудованный дверцами с двух сторон например в стене медучреждения там где нет окон или видеокамер внешняя дверца открывается наружу и позволяет оставить новорожденного после чего беспрепятственно удалиться далее внешняя дверца блокируется подается сигнал и к малышу уже спешат медицинские сотрудники для проведения осмотра также для оформления приглашаются сотрудники полиции а малыш затем передается в органы опеки эдакий пункт приема ненужных детей согласитесь звучит как-то жутковато хотя как оказалось подобные конструкции в мире используются уже давно они существовали в той или иной форме на протяжении столетий система была широко распространена средние века в более свежих упоминаниях есть 18 век где такие приемники были известны под названием коляска для подкидышей в конце 19 века система была упразднена но в середине 20 появилась вновь в современном мире проект получил широкое распространение в двухтысячных и официально реализуется во многих странах в германии например известен как окно жизни baby box или анонимный приемник для подкидышей в италии колыбель жизни на сицилии колесо в японии колыбель аиста или детская почта а в китае островок детского спасения в основном это очень красивые названия но что за ними скрывается а скрывается за ними судьба судьба маленького еще не видевшего мир человека и вот судьба малыша и вызывает массу споров и дискуссий первый baby box в россии появился 2011 году в перми а сейчас они уже есть 12 регионах за это время в них были оставлены несколько десятков малышей точной статистики найти не удалось информация разница в пределах от 35 до 48 младенцев при этом мамы оставивший малыша в бэби боксе освобождаются от какой-либо ответственности но только если у ребенка нет телесных повреждений противном случае мать кукушку будут разыскивать малышу присваивается статус подкинутого и дальше его судьбой занимаются органы государственной опеки устраивать в дом ребенка с последующей вероятностью усыновления хотя у биологической матери остается право вернуть дитя но только до момента пока его не усыновили и с обязательным подтверждением родства через процедуру днк анализа как видите система в россии работает хотя официального законодательного акта все еще нет и это тоже вызывает массу споров например уполномоченный при президенте российской федерации по правам ребенка вообще считает что установка бэби боксов противоречит федеральному законодательству ребенок оставляется анонимно а каждый ребенок имеет право знать о своей матери и отце отказ от ребенка должен быть оформлен юридически эти процедуры существуют и их нельзя нарушать говорит павел астахов также противники установки бэби боксов заявляют об опасности возможной пропаганда отказа детей увеличение числа сирот и отсутствие учета малышей оставленных в ящиках для младенцев мол официальное узаконивание этой системы может послужить стимулом к массовым и простым отказом от новорожденных но справедливости ради отмечу что отказаться от малыша без каких-либо серьезных проблем и последствий можно и сейчас причем официально для этого просто нужно написать соответствующее заявление и сделать это можно прямо в роддоме а вот бэби боксы скорее всего могут быть востребованы теми кто в силу каких-то своих причин хотят отказаться от ребенка и сделать это анонимно тут много ума не нужно дверцу открыл ребенка положил закрыл и ушел но есть и другие и эти самые опасные они детей просто выкидывают или убивают и к сожалению таких гораздо больше по статистике в прошлом году в россии произошло 72 убийства новорожденных детей при этом в одиннадцатом году в том году когда в стране появились первые бэби боксы случаев убийств было зарегистрировано 108 а динамика этих страшных преступлений из года в год идет на убыль не берусь утверждать связано ли это с появлением бэби боксов но статистика вещу прямая и цифры говорят свое и теперь мы плавно переходим позиции защитников как они сами их называют окон жизни на их стороне цифры и уже подготовленный законопроект который сейчас как раз находится в стадии обсуждения суть его проста узаконить окна жизни и дать право всем субъектам российской федерации самим выбирать устанавливать им на своей территории бэби бокса или нет авторы законопроекта уверены в этом случае детям сохраняется жизнь а матерей минует уголовную ответственность за убийство весомые аргументы да и противникам вроде есть что сказать только вот сделать они это друг другу в лицо все никак не могут противники собираются в одном месте и говорят о слабости законопроекта а сторонники в другом вот и общаются они через время и расстояние наверное кому-то это покажется забавным я бы может согласился если бы речь шла не о человеческих жизнях не о жизнях детей вообще в этом вопросе мне импонирует позиция одного моего уважаемого коллеги который сказал если речь идет о сохранении жизни то тут нечего обсуждать страшно лишь то что мы вынуждены открыто об этом говорить и прибегать таким инструментом значит идет моральное и нравственное падение общества и именно здесь кроется наша самая большая опасность а на этом я с вами прощаюсь до новых встреч